Всем здравствуйте! Певица осталась без своего продюсера, с которым работала много лет. Светлана Лобода является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Еще недавно она летала на частном самолете и дружески общалась со своим продюсером Нателлой Крапивиной. Они обсуждали, какие темы будут поднимать на экономическом форуме. Тогда Нателла отметила, что ее подопечная самая высокооплачиваемая артистка в стране. Именно Лобода открыла премию Муз-ТВ эффектным выступлением. Но в итоге произошел скандал. Короля отечественной эстрады задели слова Нателлы Крапивиной, которая заявила, что его с Давой на Кавказе порезали бы на шашлыки. Он, в свою очередь, обвинил певицу в плагиате выступления Бейонсе. Крапивина сначала назвала происходящее на премии цирком уродов, а также отметила, что Филиппа Киркорова, который вместе с молодым артистом Давой приехал на машине, украшенной цветами, на Кавказе бы превратили в шашлык. При этом продюсер похвалила свою подопечную и заверила, что всем в шоу-бизнесе до нее далеко, как раз космосу до Илона Маска. Эти слова задели Филиппа Бедросовича. Он записал эмоциональное видео, заверив, что на самом деле на тело его разочаровало, так как плавает в невесомости фекалий и боится молодых и жаждущих работы артистов. Певец даже обвинил Лободу в плагиате номера для премии у Бейонсе. Не просто и часа, как Крапивина разместила пост, в котором объявила о прекращении сотрудничества с Лободой. Более того, она заверила, что не хочет быть частью шоу-бизнеса. Все бесконечное конец свой обретает. «С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — написала она. Поклонники были шокированы таким известием. Одни понадеялись, что Нателла передумает. Другие уже начали предрекать закат карьеры Светланы. Однако ранее продюсер ссорилась с подопечной, а потом мирилась. Не исключено, что и на этот раз их рабочие отношения прекратились не навсегда. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.